Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Максимова Стайл, и сейчас будет ролик о том, как быстро и легко снимается биолента на голубом скотче, который все так не любят и так все хают, говорят, что на нем липкий слой и он так растягивается. Вы сейчас все увидите. Я буду снимать на камеру. Камера не будет выключаться, вы все увидите от начала и до конца. И после того, как я сниму биоленту, вы увидите, как я подготавливаю ленту к тому, чтобы ее поставить назад, а также увидите волосы моей подруги, у которой я сниму ленту на ваших глазах. После этого я ее поставлю. Конечный результат вам покажу. Как будет устанавливаться лента, к сожалению, я вам не покажу, потому что есть тонкости, которые можно взять у нас на обучающем курсе. Вы тоже поймите. Я показываю много полезного контента, но есть вещи, которые подаются только на курсе, потому что это не обучающий ролик, это полезный контент для тех мастеров, которые не понимают, как нужно снимать правильно, дабы не навредить клиенту и не растянуть липкий слой. Смотрите, пишите ваши комментарии. Все будете видеть так, как есть, без прикрас. Происходит все у меня дома, в квартире, без всяких там подручных средств, ни в каком-то салоне и так далее. Просто дома мы решили с подружкой ей сделать коррекцию биоленты. Итак, сейчас я буду делать коррекцию биоленты. Хочу снять это на видео, потому что часто задают такие вопросы, как типа, ваша лента плохо снимается, она на синем скотче. Я вам сейчас покажу, как она снимается, если правильно ее снимается. На голубом скотче она лучше всего держится, потому что на белых скотчах она бывает отваливается. Вот я сейчас начну здесь. Значит, берем жидкость, полили, потом аккуратненько, видно вон там, смотрите, снимаю все подручными средствами, поэтому, простите, как есть. Потом надо отслоить волосы клиента от ленты. Если будет больно, Юль, говори, потому что я давно это не делала, постараюсь сделать это не больно. Я снимала ленту себе, кстати, сама. Все это делается для ролика, чтобы вы могли посмотреть. Пока могу спросить, я-то уже у Юлии не раз спрашивала, что ей удобно, капсула или лента. Скажи мне, дорогая, что тебе удобнее? Лента? Конечно. Ее удобнее лента. Это будет у нас третья коррекция, да, ленты? Третья коррекция. Ленточка у нас в идеальном состоянии, уже отсюда вижу. С ленты ничего не вычесывается. Стоит у нее три комплекта из трех лент. Одна затылочная и две височные. Все покажу. Держится все очень хорошо. Вот. Вот мы сняли сами ленту. Сняла почти уже всю ленту. Не больно тебе? Шутка. Дурацкая шутка. Не бывает людей. Решили сделать быстро. У нее где-то уже два месяца, да, примерно? Наверное, не больше. Лента двухсторонняя. Вот это вверх, а вот это вот внизу. Внизу мы всегда ставим волосы потемнее. Знаете, для чего? Для того, чтобы они свои, во-первых, не обтирали. Во-вторых, чтобы они не такие сухие. Были к голове приятнее, когда волосы более живые. Поэтому волосы, вот тут вот, видите, темные. Чем темнее волосы, тем лучше по качеству. Ну, вот ленточка. Потом ее почищу. Вот у меня остался липкий слой. Как снимать правильно липкий слой? Берете жидкость, чтобы его не растягивать по волосам. Вы рукой, вот, придерживаете вот здесь сам липкий слой. И аккуратненько, аккуратненько достаете волосинки клиента. Вот. Очень все легко снимается. Очень все круто снимается, если правильно это делать. Я себе снимала сама, и мне помогала Юля. Есть тоже на видео, просто ее еще не собрали в ролик. Хочу собрать попозже. Никак не сниму концовку. Мои волосы после ленты, когда все-таки хорошо помою. И хочу, ну, подкрасить немножко. Поэтому вот, смотрите, вот липкий слой первый кусочек уже снял. Видите? Юль, потрогай вот здесь вот эти волосы. Вот эти вот липнут. Вот, видите? Вот кусочек уже сняла. Сейчас вот он. Сейчас еще кусочек сниму. Просто многие не умеют снимать. Многие берут и просто вот так начинают расческой драть этот липкий слой. И когда вы расческой так его дерете, вы растягиваете этот липкий слой по волосам. Важно взять липкий слой, намочить его хорошо. Чуть-чуть растянуть, чтобы полегче волосы высовывались. Видите? Немножко растянули. И рукой держите волосы клиента выше липкого слоя. Выше. Видите? И аккуратненько пальчиками все это вытаскиваете. И все хорошо держится. Вот. За сколько тебе, девочки, в салоне у меня делали этот коррекцию? Не помнишь? Час, да? Ну, я, может быть, и больше буду делать. Потому что, еще раз говорю, у меня мастера делают по пять лент в день. А я делаю, ну, сами понимаете, и то... Во-первых, я работаю... Ну, Марина там, рука набита. Набита рука, да. Это раз. И Марина это делает за зарплату, а я бесплатно. Вот еще один липкий слой. Видите, я сняла. Соответственно, уж понимаете, стимул не тот, когда делаешь бесплатно. Просто я Юлю очень люблю как человека. Поэтому я в любом случае делаю с большой любовью и стараюсь нежно делать. Вот. Поэтому... А работу свою люблю. Люблю Юлю, люблю свою работу. Да, еще больше. Поэтому мне не сложно. И я сама предложила. Юля даже не хотела еще делать коррекцию. Она хотела свалиться-то так. Я говорю, давай уже сделаем. У меня есть время. Давай я сделаю. И как раз сниму ролик. Поэтому, говорю, будет людям интересно. И тебе заодно и коррекцию сделаем. Все. У меня, потому что я же снимала сама. И, ну, и неумеючи, да? Вот, когда мне мы снимали. Я снимала сама. Мне Юля помогала. Я говорю, там, посмотри. Но так как человек, который не знает, как это делать, он немножко не понимает, что надо делать. Когда ты просто знаешь, что надо делать, ты делаешь это правильно. Тогда вообще никаких вопросов нет. Ничего не остается. Никаких. Никаких слоев. Все, он прекрасно снимается. Теперь височную снимаем ленточку. Ну, я вообще обожаю наши ленты. Так как все-таки эти ленты мы сами дорабатывали вообще. Поэтому я их обожаю. Я считаю, что наша лента одна из самых лучших. Я не говорю, что она самая лучшая, потому что я не могу взять, знать все ленты. Но то, что она одна из самых лучших, это 100%. Во-первых, наша лента не требует никаких, как это сказать, ну, она не разглазится. Она не вычесывается. Она не рвется при коррекции. Она выдерживает в моей ленте год и восемь был. И она только через год и восемь начала расползаться. Понимаете? Поэтому я люблю. Вот височная ленточка тоже снята. Вот видите, она двухсторонняя. Вот здесь темная. Здесь светленькая. Сиди, не ковыряй там, где не надо. Но, еще раз говорю, надо вот так вот аккуратно доставать. Именно доставать по чуть-чуть по волосинке, там по три, по четыре волосинки. Не тянуть пучками, потому что если вы начнете тянуть пучками, вы именно этот скотч растянете. Понимаете? Просто растянете по волосам. Вот вы держите липкий слой в руках, а волоси как бы достаете оттуда. Они прямо щелкаются. Так раз, как бы так щелкаются от ленты. Я считаю, что биолента это хорошая альтернатива голливудскому наращиванию. Она меньше чувствуется, с ней легче. Намного она приятнее, тактильнее, менее заметна и не нагружает вообще волосы. Потому что голливудское наращивание, оно все-таки височная зона, где берется забор на косичку. Там волосы подворачиваются против роста и они там все-таки краснеют. Височки как бы аккуратно не ставили, сейчас очень хорошо ставят голливуд, но все равно оно тут воспаляется. Лента же нет. Вот, пожалуйста, еще височек. Тут у Юли еще стоят капсулки немножко. Вот, с той стороны. Но капсулу мы трогать не будем, потому что у нас нет времени. Она у меня сегодня уваливает. Все равно вот капсулу. Лента еще выдержит. Вот капсулки. Ну, сваливает, но что-то куда-то, ну, уезжаешь от меня. Поэтому капсулу я не буду трогать. Почему мы поставили капсулки? Потому что, ну, хотелось ей попышнее. Вот капсулу нашей невидимочки. Вот они, видите. Еще в идеальном состоянии все хорошо держится. Когда она уже в следующий раз будет делать коррекцию ленты. Мы часто так делаем. Тут один ряд капсул стоит. Мы часто так делаем. Допустим, мы ставим ленту и наверх капсула. Ленту, вот мы сделаем коррекцию ленты. А в следующий раз мы будем делать и коррекцию ленты, и уже придется сделать коррекцию капсул. Но мы уже найдем время. Просто сейчас, так как я сегодня с работы, тоже уставшая капсула. Это надо снять, перекапсулировать. И время другой ленты-то быстро делается. Поэтому уже в следующий раз мы сделаем тебе коррекцию капсул. Вот, пока нам хватит. Вот, еще один, пожалуйста. Сегодня Юля пойдет раз мыть голову. Не хотела она делать коррекцию ленты. Долго я уговаривала, не решила. Говорю, давай уже, что ты. Что ты пойдешь, как чем можно? Ну, не так, просто ты едешь, ну, как сказать, ты едешь. В командировку. Да, в командировку. Ты едешь с мужиками. Сама, понимаешь. С дружбой, ты перелёг. С другом, с мужиком. Зачем, чтобы она где-то, когда она уже отросла два месяца, она уже в таком месте, что она уже иногда, волосы не свежие, она уже заметна, эта полоска. Ну, человек, который не понимает, он не поймет, он просто подумает, что какие-то грязные волосы скажешь, что там у тебя за жвачка в волосах. Ну, зачем? Мы тебя просто налепили где-то, да? Да, скажи, где ты была, малышка, где ты в жвачке каталась. Вот, поэтому, как бы, лучше сделать. Мне приятно тебе сделать. Вот, пожалуйста, все. Все, снали, прикинь. Все, можно потрогать. Зимой я пока подготовлю ленту. Да, ну, да, Юль. Все, в 10 дней. Ну, вот так, да. Вот наш комплект лент. Сейчас я их подготовлю. Покажу вам, как чистится ленточка. Вот я буду делать. Просто так вот обрезаю. Все, малышка, суши волосы. Все, твои ленточки готовы. Ну, волосы в идеальном состоянии. Все хорошо. Все, сейчас височки себе поставим. Видите, как охеренно все стоит. Это без бальзама, без ничего. Просто, вот она. Вот она лента. Вот.